Этот пустырь в Адлерском районе Сочи символизирует собой разное отношение к борьбе с аллергенной травой. По одну сторону дороги, в зоне ответственности сочинского аэропорта, амброзия аккуратно скошена. С другой стороны, прямо вдоль забора, густая поросль аллергенной травы. Комиссия, которая приехала сюда с проверкой, обязательно напомнит Адлерскому водоканалу, что зона его ответственности не только на территории предприятия, но и в 10 метрах вокруг него. Борьбу с амброзией в Сочи ведут круглый год. Самая активная ее стадия в августе, когда растение начинает свисти. Это самое опасное время года, ведь доказано, пыльца амброзии влияет на кожу, и слизистые человека сильнее, чем пыльца любого другого растения в мире. По сравнению с тем годом намного улучшилось положение, потому что тот же самый Олимпийский парк в том году был просто весь обросший. В этом году прям не можем нарадоваться, так скажем. Но все равно в отдельных случаях она есть, но даже в единичных случаях с ней надо бороться. То есть, конечно, искоренить ее тяжело и там где-то в лесах, но по крайней мере в городе, тем более в Олимпийском парке, надо, я думаю, бороться. И все это в наших силах и в силах людей, которые это содержат. Врачи, напротив, утверждают, что с каждым годом число людей, страдающих аллергией на пыльцу, только растет. И здесь главное – вовремя распознать симптомы и обратиться к специалистам. Очень схоже с симптомами острых респираторных заболеваний. Проявляется клинический чиханием, насморком, слезотечением. Но имеет свое отличие от респираторных вирусных заболеваний. Никогда не сопровождается повышением температуры. Отмечается улучшение состояния при пребывании в помещении с закрытыми окнами. И, соответственно, ухудшается при выходе на улицу. А чтобы от аллергии страдало как можно меньше сочинцев, власти курорта призывают всех скашивать амброзию на своих участках, при домовых территориях, вокруг предприятий. В противном случае налагается штраф до 500 рублей для физических лиц и до 10 тысяч для лиц юридических. Более того, Сочи – это в первую очередь город-курорт. Сюда приезжают на оздоровление. Поэтому дело каждого – не допустить распространения опасного аллергена.